Наша задача проводить выборы в максимально открытой и честной атмосфере, не давая поводов сомневаться в их результатах, сказал Вадим Потомский на встрече с представителями избирательных комиссий области. Веры у людей в выборы, в честность выборов, мы обязательно должны сохранить. Поэтому идеально, конечно, было бы провести как губернаторский ни одного замечания, ни одной жалобы. Надеюсь, что это у нас произойдет и в городе Орле. Также глава региона напомнила о вступивших в силу изменениях избирательной системы. Замещение депутатских мандатов будет идти по смешанной системе, включающей голосование по партийным спискам и одномандатным округам. Вадим Потомский подчеркнул, что сегодня область демонстрирует уникальный пример успешного сотрудничества разных политических сил, представленных как в законодательной, так и исполнительной власти. Надо людей настроить на предмет, что выборы выборами, соревнуйтесь своими программами по избирательным округам, по своим территориям, но не соревнуйтесь в Чернухе. Потому что вот это вот самое неприятное, когда, к сожалению, не только в Орловской области, далеко не в Орловской области, а в других субъектах Российской Федерации. Я ни одну выборную кампанию прошел, и сам никогда Чернуха не занимался. Надо и здесь как бы попросить, чтобы этого подобного не было. Только совместные усилия всех звеньев избирательной системы при активной поддержке со стороны органов исполнительной власти, органов законодательной власти, органов местного самоправления традиционно направлены на обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона и удовлетворение четко оформившегося электорального запроса на честные, справедливые, демократические и конкурентные выборы. Завершилась встреча вручением наград. За значительный вклад в организацию проведения выборов, развитие избирательной системы, почетным знаком за заслуги в организации выборов наградили заместителя губернатора и председателя правительства Вадима Соколова. Награды также получили члены избирательных комиссий области.